Я внутри крепости Евромонд, вот это городская стена, впереди фортификационное сооружение и чуть правее крепость, так что я сейчас немножко пройдусь, панорамный вид, как всегда на господствующей высоте, но уже домики, разумеется, не средневековые, уже более-менее новострой, может 50 лет, 100 лет, 150, где-то реставрированные, ну вот так, без реставрации поближе, я показываю бойницу. И сейчас попробую тот бастион, оставшуюся часть, показать. На склонах оливковые деревья, в эту сторону крепостная стена, сейчас дойду до башенки, а потом уже в саму крепость. Вот этот бастион со стороны, внешней стороны, как он выглядит. Так, жизнь здесь продолжается, кто-то что-то стучит, ремонтирует. Так, это, наверное, были колодцы. Сейчас я загляну, вода есть, но, наверное, протухшая уже она не пригодна для питья, наверное. Ну, сколько мои познания о колодцах, воду нужно систематически брать. Если не брать, то, конечно, тогда затухая. Вот, и когда колодец, которым долго не пользовались, значит, там они несколько раз выбирают полностью воду, и потом она вроде бы, если чистые вот эти подземные воды. Ну, это какие мои скромные познания в этой области. Итак, сторожевая башня, или я его еще назвал бастионом. Очень толстые стены, наверняка для орудийных расчетов. И вот по этой крепостной стене, очень удобная, кстати, войница. Я пройду до крайней точки, вот эти две сторожевые башни. Так, ну, еще раз панорамный вид. Как мне показал навигатор, этот город-крепость называется Эвору. Я нахожусь на одной из двух сторожевых башнях. Красивый панорамный вид. Так, это еще один бастион. Вот, видно сторожевую вот эту башню. И крепостная стена. Судя по кладке, это более позднее. Я потом посмотрю по времени строительства. Как бы такое впечатление, что это более позднее время, чем те крепости, которые я уже посещал. Либо отреставрированы то, что меня сбило с толку по определению. Так, вот еще один бастион угловой. И вот сама крепость издалека. Нет типичной кладки. Такое впечатление издалека. Или как будто штукатурено, или забетонировано. Поэтому вот... Сейчас модно видеосъемку делать сверху вот так. Используя беспилотник такой. Стена хорошо сохранилась. Впереди скоростная дорога, вот если видно. Жители продолжают в городе-крепости проживать. Так, можно спуститься вот по такой лестнице. Либо пойти дальше. Сейчас посмотрим. Так, отсюда видно ворота за городскую стену. Спущусь уже к крепости, пойду. Это лестница. Как я предполагал. Такие вспомогательные ворота. Судя по всему, задвижка была здесь. На ночь закрывали. И с крепостной стены лестницу вело. Продолжение следует... Продолжение следует...